Ильюша, 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 ты слышишь? Женечка, не переживай ты так. Моя хорошая, госпиталь тебя быстро вылечит, и ты вернешься. Мы еще с тобой полетаем, слышишь? Ильюша, я… Ильюша, как же я люблю тебя. Только мне кажется, что мы… Давай-давай. Давай-давай. Иди ко мне. Вот так. Вот так. Хорошо. Только мне кажется, что мы… Сейчас. Сейчас. Подожди. Сейчас, я сейчас. Сейчас. Мне кажется, что мы никогда, никогда с тобой не увидимся. Никогда. Женечка, не говори глупостей. Я люблю тебя. Ты у меня самая красивая на свете. Товарищ майор, ехать пора. Все. Все. Езжай. Езжай. Ну, не плачь. Женечка, ну, не переживай ты так. Скоро приедешь. Как объяснить тому, кто с нами не был, Какая здесь стояла тишина, Как с грохотом на нас упало небо, В которое нас бросила война. Я помню всех, кого сегодня нету, Кто рядом шел наперекор судьбе. Они ушли однажды в это небо, И небо их оставило себе. Мне допели, не договорили, Нам каждая минута дорога. И поднимая в небо эскадрильи, Летим на запад, чтобы бить врага. Давай с тобой выпьем за победу, Она придет немного, погоди. Внизу наш дом, а это наше небо, Мы никому его не отдадим. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Что делаем, командир? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Расходимся, Олег. Ты вправо, я влево. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Пошел. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Как бы не так. Не все так просто. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Откуда ты взялся, мерзавец? Командир, теряю топливо! Старай, возвращайся на базу. Без топлива ты не боец. Я иду следом. Держи высоту, Олег. Все, хана. Командир, движок встал. Спокойно, я рядом. Тяни, высота еще есть. Давай, Яшечка, давай, родной, лети. Немцы внизу, видишь, как лают. Зрятся, что не могут в тебя попасть. Собаки! Теперь прости и прощай. Нет! Прощай! Олежка! Надеюсь, я это запомню. Без. Смеешься, сволочь! Смеешься, сволочь! Ах, вурашка! Командир, живой! Олежка, совсем очистка. Ох, Господи. Вы такого встретили, Аса. Я таких давно не встречал. Меня как пацана сделал. А когда улетал, вот так вот крыльями были. Сволочь. Да как же вы проспали-то их, а? Да из-под солнца вынули, с новоместера. Охотник. И тучке не помогли. Тут тоже вон тучки. Слышь, вон из стаба армии приехали. Капитан с лейтенантом. Особисты. Больше часа дожидается. Привет, мое почтение. Сегодня меня сильно потрепали. Вас? Да. Но я выжил. Честно скажу, хорошего противника трудно найти, поверьте мне. У меня были бои с французами, с англичанами. Англичане крепкие парни, французы послабее. А здесь? Здесь только свежее пушечное мясо. Парни только вышли из училища. Нет никакого опыта. Кроме, кроме беса. Простите, что вы имеете в виду? Бес. Так называл этого летчика парень, которого я сбил. Прошу прощения, но вас приглашают в Ставку завтра в восемь. Командующему нужен совет. Хорошо, спасибо, послушаем. Ведь у вас такой боевой опыт. А вы знаете, откуда он у меня? Я многому научился у русских. В летной школе, в Липецке. Да что вы говорите, да? Пошел. Пошел. Работай. Товарищ подполковник, разрешите доложить? Ты что, Парамонов, пригрелся что ли? Что-то прям при всех будешь докладывать? Иди вниз, там встретимся, там доложишь. Есть идти вниз. Разрешите исполнять? Да не исполнять, Парамонов, а выполнять. Исполнять приговоры. А приказы выполняют. Свободен. Бестужев, давно не виделись? Как дела? Да воюем помаленьку, товарищ подполковник. А чё это помаленьку-то, а? Принцы, вон как жмём. По всем фронтам бежит фашист. А вы говорите помаленьку, а? Ну, нехорошо. Командир должен нести оптимизм, идеологический дух. А вы своим пессимизмом, ну, как-то я не знаю, всё разрушаете. Прошу обратить на это внимание. Так, а я думал, меня к вам на допрос, товарищ. Да нет, пока не ко мне. Я рад был с вами бы побеседовать, чайку попить, до дела. А вы пока воюете, пока воюете. А потом, дай бог, свидимся. Если получится. Проводите. Товарищ майор, подождите. Майор Бестужев. Товарищ майор, вас пригласят. Лейтенант Шадрин из СМИРШа. Видимо, нервы сдали. Нервы? А что случилось? Не выполнил приказ. Мародёра отпустил. И что? Да ничего хорошего. Не к врачу же они его. Ну, а мальчишка хлеб украл, а он его отпустил. Понятно. Товарищ майор, прошу. Извините, капитан. Здравия, товарищ командующий. Майор Бестужев. Здорово, Илья. Рад видеть меня. Живым здоровым. Взаимно. Присаживайся. Ты на якторе летал когда-нибудь? На единичках, на семерках летали. Ну, принцип тот же. Чай будешь? Нет, спасибо. Пока не будем. Принцип тот же. Угу. Только скорость выше и маневрировать легче. Мессера свободно накрывает на высотах до пяти тысяч. Меня в другой полк переводят? Да нет. Придется формировать свой собственный. Секундочку. Майор Бестужев, решением командования вам присвоено звание подполковника. Приказ о вашем назначении командиром полка уже подписан. Служу Советскому Союзу. Поздравляю. Спасибо, командующий. Да еще и обмоем. Ты у меня еще генералом будешь. Я тебе верю. Иди сюда. Вот здесь немец копался в землю по самые рога. Самые сложные — бетонные доты с противотанковыми орудиями. Толщина стен — два метра. Артиллерия не берет. Я получил приказ сравнять их с землей, прежде чем здесь пойдут на прорыв наши танки. Ясно? Так точно. Вот поэтому мне нужен дополнительный полк истребителей прикрытия. Твой ЕП-3. Но для формирования авиаполка и освоения новых типов самолетов нужно время. А сколько у нас есть? А вот времени у нас нет. Так, мне пора в штаб фронта. Жуков приехал. Скоро наступление? Скоро. Эх ты чёрт, чуть не забыл. Вот твой зомболит. Знакомьтесь. Товарищ майор. Вот полковник. Чё у тебя? Товарищ командович, машина ждёт. Всё, беги, сейчас приду. В общем, вводи в курс дела. Мой порученец отправит тебя в Москву. Спасибо. Ни пуха ни пера, бакс. Товарищи офицеры, извините, я штаб фронта. Товарищ капитан. Жду с новыми самолетами. И смотри, ни одну машину не потеряй по пути. Запомни, Яшки нам как воздух нужны. Товарищ подполковник, разрешите представиться капитан Падалко? Падалко. Подполковник Бестужев. Значит, говорите, Падалко. Это с такой фамилией в авиацию? Товарищ подполковник, Падалко — это зерно, выпавшее из колоса на Ниву и возошедшее на следующий год. Мой дед говорил, что иной год Падалко лучше хлеба посеянного родится. А имя, отчество как? Вилорик Андреич. Вилорик. Падалко. Вилорик Вилл Владимирович Ленина как дальше? Освободитель рабочих и крестьян. Еще и освободитель. Так точно. Ну что ж, будем вместе освобождать рабочих и крестьян порабощенной Европы. Добро пожаловать в истребительную авиацию, товарищ Падалко. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Господа, посмотрите. Это не пропагандистская фальшивка Советов. Это жестокая правда. Немецкий киножурнал. Новости с Восточного фронта. По решению командования германские войска отходят на заранее подготовленные позиции, выпрямляя линию фронта. Все наши действия заранее продуманы и подготовлены. Сражение и вынужденная жертва всегда рядом. Перед могилами павших немецкие солдаты клянутся, как можно быстрее вернуть это кладбище. Специально подготовленные группы минеров подрывают железнодорожное полотно, чтобы затруднить продвижение противника. Крупная перегруппировка войск – часть тщательно разработанного плана немецкого командования. Большевики уверены, что, достигнув границ Европы, они добьются падения Германии. Но их планам не суждено сбыться. Все будет как раз наоборот. Немецкие резервы, снабженные всеми видами оружия, не допустят их продвижения в глубь колыбели цивилизации. Немецкий народ с надеждой смотрит на своих защитников. И мужество их сердец восторжествует над грязной ненавистью большевиков. Русские сосредоточили на нашем участке фронта все свои элитные дивизии. Это солдаты, прошедшие Сталинград и Курск, опытные и хорошо вооруженные. Фюрер дал мне задание остановить возможное наступление русских и отбросить их назад. Генерал Клёс, что вы можете противопоставить русской авиации? Господин Фельдмаршал, мы только что получили новые истребители Мессершмитта Г-9. Сколько самолетов в целом вы готовы поднять? 800, господин Фельдмаршал. Значит, вы уже сейчас готовы отдать стратегическое господство в воздухе русским? В худшем случае мы потянем силы из Италии. Разрешите представить вам майора Хельмута Штауфеля? Он только что из Берлина. План противовоздушной обороны, который он разработал, одобрен на самом верху. Прошу вас, майор. Идея пришла мне в голову, когда мне попала в руки в магазине подарков на Фридрихстрассе вот эта занятная вещь. Этой штукой вы хотите остановить русские самолеты? Совершенно верно, господин генерал. Я вас прошу, откройте ее. Чертовщина какая-то. Что за шутки, майор? Именно этим вы хотите остановить русских? Вы угадали, господин генерал. В этом и заключается моя идея. Я назвал этот план «Восточная шкатулка». Я вам с удовольствием сейчас все объясню. Что вы думаете о плане? Вы прекрасно знаете, что я не выношу этих снобов из столицы. Но в данном случае это может сработать. Мне они тоже не нравятся. Мне также не нравится эта операция «Восточная шкатулка». А мы должны проверить, как это работает. Что скажете? Разумно. Я поручу это задание вам, господин генерал. Будет исполнено, господин генерал. Нужно нашим летчикам лучше разрешить свободный охлоп. Слышали? Чтобы они летали. Чтобы была свободна потом от этого. Ё-то. Вот так встреча! Как я рад тебя видеть! Ты смотри, седой, звездный. Я же про тебя в газетах читал. Да ладно! Ты-то какими судьбами в Москве? Тебя что, в штаб перевели? Да какой штаб? За новым назначением полк набираю. Полк? Да. А я и смотрю погонный новый, товарищ подполковник. Надо. Ребят, выйдите, потом договорим. Слушай, это надо отметить. Пойдём. Ну, погоди. У меня тут ещё одно дело. Ну, а уж потом… Я же вам говорю по-русски. У меня обед. Ну, мужики, ну не стойте над душой. Ну, дайте поесть спокойно. Приходите через час. Через час нам мы будем на фронте. Сам понимаешь, война, отец. Вот её адрес. Дементьева Евгения Вячеславовна. Лётчик. Вы посмотрите, пожалуйста. Я ей пишу каждый день. Ни ответа, ни привета. Ну, чего вы хотите? И в мирное время письма задерживать. Ждите. Напишет. Слушай, ты, крыса тыловая, тебя помочь просят. Тебе лень жопу от стула оторвать. Мы там жизнями рискуем. А ты тут сидишь, жрёшь на казённых харчах. А ну, встал и пошёл искать. А где ног потерял отец? Халхенгол. Я тебя снаружи подожду. Вы извините моего друга. Он не знал. Да ладно, я привык. Это в архиве искать надо. Послезавтра приходи. Поищу я твою Дементьеву, поищу. Привет. Давай. Оп! Все, насмерть. Раки. Наисвежайшие. Леонид Михайлович, угощайтесь. Что надо, зовите. Не стесняйтесь, исполняй. Лучше. Это на чего он намекает? Да не обращай внимания. Они тут все передо мной на циррула ходят. А знаешь почему? Потому что мы тут частенько паримся с Васей Сталином. Шикарно живешь. Настоящие шотландские. Американцы поставляют полын-лизы. Давай, будем здоровы. Еще ты как водля держа. Лёнь, мой привет. Привет. Слушай, у меня для тебя идея. Давай я тебя с Васей Сталином познакомлю, а? Он тебя в Москву устроит. Вместе пара летать будем, как раньше. Нет, Лёнь. Я на фронт. И ты давай к нам. Мне сейчас опытные летчики нужны, там с тобой полетаем. Лёнь. Не-не-не, я все. Я уже открывался. Вот, до смерти. Слышишь? Я читал-то там подлодку потоку. Да, и было дело. Меня ж после расформирования в Мурновск оправили. А там немцы союзные конвои в Баренцево море отопили. А мы эти конвои прикрывали. Так а лодку-то, как увидел? Сквозь воду. Да нет, слушай. Возвращаясь, я задаю. Угу. Смотрю. Немецкую подводную лодку. Ну, плывет такая себе в надводном положении, такая вся себе расписная. О, как Степан. А за этой лодкой наши ребята охотили целых полгода. Ну, я ее взял в прицел. И… Пах! Устать! Ты что, отремел, что ли? Вот. Вот. Вот так в точности все и было. Ну, пару заходов и… Буль-буль карасики. Угу. Одно масляное пятно осталось. А ну, посторонись, хлопцы. Оп! О, еще. И едем сегодня в Большой театр. Ты хоть раз был в Большом театре? Был, двойно. Вот ты ее. А чего там сегодня дают? Какая разница? На спектакль мы все равно уже опоздали. Ну, ничего. Я тебя с актрисами познакомлю. После этого мы поедем в Рест-Ран. И по-нормальному обмоем твои звездочки. Ать! Ой, Леня! Шо? Товарищи, за победу! За победу! За Сталина! За Сталина! Да, вот и сходили на оперу. Да ладно тебе. После войны каждый день будем ходить. По два раза. А вот и наша. Леня! А! Так, простите, карета по моторам. Прошу. Спасибо. Здрасте, добрый вечер. Лида, знакомься. Илья Бестужев. Фронтовой друг Леня. Только что с фронта, между прочим. А я Лида Серебрянская. Танцовщица. Ну, не скромничай! Лида Прима. Да. Ну, мне билетов не достать. А скажите, а вы правда прямо с фронта сейчас? Правда? И как там? Да по-всякому. Так, я вижу, можно зайти или светский разговор. Предлагаю продолжить его в другом замечательном месте. Да, Алла? Да. Ну, как? Послушайте, я так устала. Может быть, в следующий раз? Товарищ подполковник завтра на фронт уезжает. Следующего раза может и не быть. А я согласна. Куда едем? Едем в ресторан. Давай, 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 давай. Пожалуйста, пожалуйста. Да, Лида? Давайте шампанского. Лида, шампанского. Я воды, спасибо большое. Давай, ко мне, ко мне, ко мне. Давай сюда, звездочек, командир. А мне тоже куда-то добавить. И хлебушку. Оп. Давай. Спасибо. Обмоем, как положено, по-фронтовому. Давай. Вот так. Нечего советские звездочки в буржуйском хрустале купать. А девочки могут пропустить. Нет, я выпью водки. Аллочка, подержишь? Я? А? Нет. Мои мальчики, что? Шампанской, сладкой. Да все будет хорошо. Или нет? Ну, тогда все будет очень плохо. Ну, будь здоров, командир. С новым званием. С новыми победами. Леня! Ну… Ну… Искачи, ну все, ко мне. Вот. Поздравляю. Прошу прощения, а дама танцует? Еще как. Тогда позвольте одинокому офицеру пригласить вас в тур де дам, как говорится. Что это такое? Это просто полька. Так, играют же вальцы. Простите, пожалуйста, мы… Так вы позволите? Искачи! 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 Странное то все. Что? У меня вчера ведомый погиб. Олежка. Совсем молодой. А здесь такое. Ой. Выбор. Нет, командир, я с тобой не согласен. Война. Сейчас нужно жить одним днем, каждым днем. И брать от жизни все. Потому что завтра для нас этот мир может просто исчезнуть. Да? Да. Понял. Пардон, увлёкся. Отдыхай, майор. Мы сами танцуем, да? Такие манеры? Твой приятель просто настоящий граф. Да он и есть граф. Да он Лидке нравится. Я его никуда такого не видела. Отлично. Спасибо. Да не за что. Скажись только честно, а у вас есть женщина? Жена или невеста? Девушка есть. Лидочка. Мы с ней на фронте друг друга потеряли. И как её зовут? Евгения. И вы её любите? Люблю. Спасибо. Прекрасно. За что? За то, что не солгали. Простите, я… я, наверное, опьянела. У меня голова кружится. Извините. Вы… Вы чем-то обидели Лидочку? Я… Может быть, я… Что-то ей сказали? Правда? Да, лучше… Хоть же не придумаешь, чем только правду говорит. Что вы ей сказали? Извините, я сейчас… Интересное у тебя приятие? Командир. Интересное у тебя. Отпустите. Отпустите. Я кричать буду. Отпустите меня. Не трогайте меня. Отпустите. Вам, кажется, нужно привести всех в порядок. Отпустите. С Лидой все в порядке? Я думаю, вам следовало бы присоединиться к своей подруге. Ну, хорошо. Мальчики, побеседуйте тут на свои мужские темы. И ненадолго. Поздравляю, товарищ подполковник. Лида в тебя влюбилась. Да с чего ты взял? Я никогда ни с кем в ресторан не ходила. Кто бы ни упрашивал, сам с Ливановские цветы подносил. Кто это? Ты меня удивляешь. Он в правительственном ложе бывает. То рядом с Берией, то с Меркуловым. А наша Лида… Шиш. Проходим, товарищи. Проходим. Не-не, все в порядке. Швейцар, сюда! Шишка! Ой, а что с ним? Говорит, упал и заснул. Подымай. Я упал. Упал и заснул. Упал и заснул. Еда. Ты много пьешь, Лёнь. Пропадешь здесь, а? А поехали со мной на фронт. Не могу я. Я Алкиславу отдал, что из Москвы никуда. Лёнь, ну ты мне там нужен будешь. Позарез. Беременная, да. Второй месяц. Лёнь, Лёнь, ты уж хоть её не бросил. Ну, за вас с Алкой, за будущего ребёночка. Дань, я тоже закурю. Тебе нельзя. Да плевать. Да, не дам. Ну и что? Подумаешь. Может, эта Женя другого себе нашла? Лид, ну письма-то возвращаются. Это неважно это. Он любит её. Понимаешь? Понимаешь. Понимаю. Только ты себя губишь. Тебя так люблю. Я тебя так люблю. Мне кажется, я бы даже, я бы даже Лёнька тебе своего отдала бы. Одну ночь. Дура ты. Послушай, если бы я хотела просто, ну, я бы давно это уже сделала. Правда. Алла, мне кажется, я влюбилась. Как? Я просто не хочу быть для него очередной, но… Ой. Мужчин сейчас по пальцам пересчитать осталось. Ну, знаешь, что я тебе скажу? А почувствуй себя женщиной. На этом вечером. А потом будь, что будет. Да. Ты знаешь, я… Я так хочу напиться, так, чтобы ничего, ничего завтра не помнить. Ага. Завтра не помнить нельзя. Завтра спектакль. Ах, да ну его. Вся моя жизнь один сплошной, непрекращающийся спектакль. О, машина зверь. Из вашего гаража. Подарок. Мне водителя дали, но я сам люблю. Смотри. Девушка. Алло, бордо. На дорогу, смотри, Зоня. Да чего ты? Давай, 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 давай. Смотри, Зоня, а нас не мореет, нам на пилоте. Ну, 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 держи рот, держи рот. Не могу, не могу. Меня ранили. Меня ранили в самое сердце. Все на тебе, друг мой. Все на тебе. Все на тебе. Зоня, смотри, на дорогу. Не дури ты. Помоги мне, я не могу больше. С Уо-о-о-о-о! ВЫСТРЕЛЫ ТЕЛОáng ТЕЛЕФ backed ТЕЛЕФЫ ТЕЛЕФЫ ПОС Pareto ТЕЛЕФЫ Все живы? Жив. Да. Наряд и скорую вызывай. Жёсткая посадка. Да ты не переживай, Илья. Тебе ничего не будет. Я Варю возьму на себя. Главное с Васей, с Таллиным договориться, а он все устроит. Да я не за свою шкуру беспокоюсь. Перед женщинами не утоп. Да. Я Лиду просто не узнала. Это она из-за тебя так наклюкалась. А что? Понравилась тебе Лида? Ну, понравилась. Ну и? Борду, я только Женю люблю. Да. Сердцу не прикажешь. Хотя я, например, всех женщин люблю. Да. Кого-то больше, кого-то меньше. Главное, чтоб здоровья хватило. Будешь так пить, все здоровье растеряешь. Спишут тебя с полетов. Что будешь делать? Не спишут. Алло, бордом этих. Капитан Шугаев, на выход. Капитан Шугаев. А что, только я? Чего-чего? Приказано на выход. Значит, на выход. Что ты разговариваешь, а? Я герой Советского Союза, а не Шугаев. А это… А мне все равно. Ну, хватит балагурить. Иди, разговарят. Я тебя вытащу, командир. Клянусь. Набрал полк. Набрал полк. Набрал полк. Набрал полк. Ты sigill. Набрал. Ск best. Деб Storyful. Ну, хватит назременно. Еще пытайтесь. Ср ede painter. Брада. Почти. kind. Набрал. г- ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Ещё-таки не ранено репетицией сегодня. Давай. В костюме, в гриме. И Васи Сталина, как на зла в Москве, нет. Чёрт с ним, с этой аварией, с этой пьянкой. Ну, если бы не этот бюст Сталина, я им говорю, я за рулём был, он просто рядом сидел. Нет, говорят, надо разобраться. Бестужева в деле контрреволюция. Ну, что, действительно граф? И граф, и в лагере сидел, и предки у него декабристы. В лагере за что? Зато и сидел, что граф. Надо же. При царе их декабристов вешали, а мы, коммунисты, их расстреливаем. От него требовали от родителей отказаться. Лёня. Дай. Лида, у тебя спектакль сегодня. Дай. Эх, и наворотили вы. Авария. Бюст Сталина разбили. Страшно сказать. А ещё боевой офицер. Прошу прощения, товарищ полковник. Я от вины не бегу, но так сложились обстоятельства. Что мне теперь светит? Дело серьёзное. Ну, вообще, как карта ляжет. Скажу откровенно. Если бы не ваше прошлое… Ясно. Можете не продолжать, товарищ полковник. Ну, будем надеяться, что на фронте вы нужнее, чем в лагере, и те, кому нужно, поймут. Часовой. Часовой. Лёнь. Лёнь. Ты Лиду не видел? Кого? Лида на поклоны не вышла. И что? Ну, Селивановского в ложе нет. И Лида из театра пропала. А вот девчонки говорят, что это он её увёз. Но она его специально на спектакль пригласила, чтобы Бестужева выручить. Ё. Шо ж я. Выйди погуляй. Выйди погуляй. Значит, хочешь, чтобы Бестужева выпустили? Ну, не дёргайся, не дёргайся. Да ладно. Ну, 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 ну. Ну, 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 ну. Ну, хватит строить. Ты себя целомудрия. За всё надо платить. Не, 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 не... Слышишь. Слышишь. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Какая же я, какая же я, ты. Встать. С вещами на выход. Ну, вещей-то нет. Поговори мне тут еще. Сказано с вещами на выход, значит с вещами на выход. Чем порадуете, товарищ майор? Есть ли сведения о Евгении Дементьевой? Есть. Пусть. Один подполковник, что не порадовал? ПЕСНЯ Что там? Погибла. Погибла. Погибла, командир. Не я тебя выручил. Лиду благодари. Ну, бы Вася Сталина в маске. Огоньку дай. Товарищи офицеры, отдыхайте спокойненько. Приятного аппетитика. Отдыхайте. У нас служили пивка-то. Хорошее, свежее пивко. Бери, бери, отдохни. Хорошо. Гражданин, начальник, не ходи в пивчак? Поможешь донести? Свеженькая. Хорошо. А ты ко мне не подходи, больше на термалет. Денег не платят мне. Никогда. Придут уж мне. Чего молчать? Героя себя корчишь, да? По-моему, ты уже достаточно воюет. Нет, я не пьян. Ты герой, да? На фронте воюешь. А я с начальством жирую. С бабами. Ты посмотри на себя. Кто ты есть? Да где ты был бы, если я с Лидой не познакомил? Руки убери. А знаешь, как тебе свобода досталась? Лида Селивановскина из-за тебя легла. Слышишь? Чего? Дала ему, вот что. То самое. Потом он позвонил, тебя выпустили. Куда? Э, я плачу. Не слышишь? А ты думал, тут мятом намазано? Тут командир тоже выжать непросто. Да я уж вижу. Что видишь, а? Что ты видишь? Завидуешь. Моей удаче завидуешь. Что тебя твой видомый по всем статьям поскакал, да? Завидуешь мне? Завидуешь? А? Завидуешь! Прости. Так мне? Есть за что? Женя умерла. Женя умерла. Нет больше Жени. Прости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова